Юра по жизни был такой скромный человек и якобы не одобрил бы вот такую помпезную, да, скульптуру. Ходишь в школу, ходишь, потом бац, вторая смена. Так, а тут что-то изменилось, смотрите, на могиле Николая Алексеевича Сличенко, Миронов, Попанов. Ну вот мне там вот не нравится совсем, Миронов, мне кажется, не подходит на роль Остапа Бендера. Мне запомнился сериал «Штрафбат», многие его ругают за исторические какие-то несоответствия. Умерла в 63 года, но до самой смерти старалась сохранять улыбку на лице. Появляются люди, которые начинают читать мне нотации, рассказывают мне о морали. Здравствуйте, у алмаза моего сердца в эфире канал «Три билета». Ровно неделя прошла после моего визита на Троекуровское кладбище. Это видео получило очень много ваших отзывов, причем положительных, как правило. Очень многие просили «Антон, съезди еще, хотим продолжения». И вот я здесь решил не откладывать дело в долгий ящик, тем более, что как раз на следующий день, после того, как я сюда приезжал, на могиле Юрия Шатунова установили памятник, потому что артисту исполнилось, вернее, исполнилось бы 50 лет в тот день. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим на памятник Юрия Шатунова и, конечно же, посетим могилы других не менее легендарных, известных личностей. Ну вот он, друзья, памятник Юрию Шатунову. Получается постамент примерно метр двадцать и сам памятник два метра пятнадцать сантиметров. И, кстати, уже в интернете разгорелись споры. Некоторые поклонники в соцсетях пишут, что, мол, Юра по жизни был такой скромный человек и якобы не одобрил бы вот такую помпезную, да, скульптуру, такой большой монумент. Ну, не знаю, ребята, мне нравится. Во всяком случае, это лучше, чем то недоразумение, которое стоит, например, на могиле Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это мое личное мнение. Кстати, очень долго думали родственники, как написать Юра Шатунов. Ну, потому что в народе его так называют Юра Шатунов. Или все-таки Юрий, потому что, ну, пятьдесят лет человеку исполнилось бы. И вот приняли решение написать Юрий Шатунов. Вот такой памятник. Мне очень нравится, повторюсь. И, кстати, к нему не зарастает народная тропа. Смотрите, сколько, естественно, белых, да, белых роз. Сейчас из-за песни, конечно, белые розы. Вот смотрите, люди подходят, подходят, несут цветы. И вот здесь мужчина не успевает компоновать букеты. Смотрите, просто море белых роз. Некоторые написали в комментариях, мол, Антон, ты слишком много времени уделил Юрию Шатунову, потому что он фонограммщик, бездарь, песни никакие. Но, ребята, я позволю себе с вами не согласиться, поскольку все-таки «Ласковый май» это явление было в конце СССР, в начале, так сказать, Российской Федерации, на стыке, так сказать, веков. Потому что можно, конечно, очень долго спорить, дискутировать относительно творческой какой-то культурной ценности «Ласкового майя». Но вот чего у них не отнять, это, конечно, народной любви. Вы посмотрите, что творилось в день 50-летия Юрия Шатунова, например, в Екатеринбурге. Да там просто массовые народные гуляния. Так, друзья мои, ну вот мы с вами находимся на могиле Натальи Крачковской, знаменитой советской актрисе. Ну вот, судя по всему, да, уже после 7 лет, как ее не стало, вот уже что-то здесь устанавливают, что-то наподобие памятника, вот камень. Ну, много критики было, да, в адрес ее сына. Он отказывался от денег, которые ему предлагали, вот, подзатянул с установкой памятника. Ну, не знаю, кто мы такие, да, чтобы его судить. Как вот, когда сможет, тогда все здесь красиво и оформит. Наталья Крачковская, знойная женщина, мечта поэта, снялась у Леонида Гайдая в «Двенадцати стульях». Ну, много где снималась. Товарищ Бендер, что с вами? А карьерный путь был у нее непростым. Она ведь балетом занималась в детстве, но вот неудачно ногу подвернула, и все, крест на балете. Потом поступала во ВГИК, и ее, представляете, машина сбила прямо у ВГИКа. Она на какое-то время даже ослепла. И вот врачи сказали, свет софитов противопоказан вам, Наташа. И к тому времени уже начались проблемы с обменом веществ. Но все-таки как-то потихоньку, через участие в массовках, она пришла все-таки в большое кино. И первая малюсенькая роль у нее была в фильме «Битва в пути». Режиссер Владимир Басов. Он со многими так, в кино или куда, вон и с Людкой Игоревой ходил. Он серьезно не предает. Понятное дело, что проблемы со здоровьем у нее были, особенно в последние годы. Инфаркт, инсульт. Но она все-таки продолжала работать в театре, чтобы хоть какие-то деньги были. Вот врачи с того света вытаскивали не раз. Но все-таки, когда вот Крачковская была 77 лет, спасти не смогли. Она ушла после второго инфаркта, к сожалению. Могила актера Бориса Клюева, народного артиста России. Он коренной москвич, известен прежде всего по сериалу «Воронины». Но когда я готовился к этой съемке, друзья, вот к своему стыду, только тогда узнал, что именно Клюев играл Рашфора в «Трех мушкетерах». Хм, смеюсь я редко. Но надеюсь сохранить за собой право смеяться тогда, когда захочу. А я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю. Вот как. Сын у него был единственный, но, увы, умер задолго до отца, в 24 года, проблемы с сердцем. Сам Борис Владимирович умер от рака, долго боролся. Причем вот как раз в это время шли переговоры о новых двух сезонах ситкома «Воронины». Вот снимали потом без него или не снимали. В итоге, вот честно говоря, я не знаю, не поклонник этого сериала. Народный артист Борис Владимирович Клюев. Ну и, конечно, друзья мои, я не могу не провести работу над ошибками. Конечно, вот певица, да, Тамара Мянсарова, Ремнева, которая пела «Пусть всегда будет солнце» и «Жил-добыл черный кот за углом». И кота ненавидел весь дом. Вот я говорил в прошлом видео, что это собачка черная рядом с ней. Это, конечно, вот тот самый черный кот. Просто он такого странного вида, что я его принял за собачку. Ну вот, и справляюсь. Пожалуйста, черный кот рядом с певицей. Говорят, не повезет, если черный кот в дорогу перейдет. И, кстати, прошу прощения за то, что слегка говорю в нос. Что-то я подпростыл, несмотря на то, что лето в этом году очень плавно перешло в осень. Довольно тепло. Но вот какой-то вирус, видимо, ходит по Москве, и я вот что-то немножко подзаболел. Ну так, слегка. Просто симптомы, то есть без температуры, без всего. Вот так выглядит могила Виталия Вульфа. Помните, была программа по телевидению «Серебряный шар», где он вспоминал о каких-то актерах, актрисах из прошлого. Вот он здесь похоронен. Травы очень много. Так, написано. «Бывает, что звезды падают, оставляя за собой светящийся след в памяти человечества». Человеческой. Вот такой вот, на мой взгляд, очень странноватый, конечно, памятник. Тут же недалеко могила Вячеслава Михайловича Невинного. Народный артист СССР. Вот тут эти масочки. Комедия «Трагедия». И вот ни фотографии, ничего, просто крест, и на него накинуто, не знаю, какая-то портьера, может быть, кулиса. Вот здесь похоронен Вячеслав Невинный. А здесь, друзья, похоронен известный советский режиссер Евгений Гинсбург. Кстати, мой земляк, родился в Челябинске в 45-м году. Вот один из известных его фильмов, мне кажется, такой недооцененный. Это «Остров погибших кораблей». Да, такой с музыкальными вставками, там Райкин молодой снимался. И неплохой такой фильм, тоже музыкальный «Арго». Вот здесь даже он увековечен, да, этот корабль аргонавтов. И там знаменитая песня «Арго» звучит. Ну, отличный фильм. А каких потерят плачет птица встречная? Так, а тут что-то изменилось. Смотрите, на могиле Николая Алексеевича Сличенко. Так, открыли портрет. В прошлый раз он был закрыт, по-моему, каким-то мешком. Ну вот, да, это бессменный руководитель театра «Ромэн». Многие возмутились, что я назвал его просто певцом. Да, руководитель театра согласен с вами полностью. Никаких споров. Так, друзья мои, вот и Проскурин Виктор Алексеевич. Актер известный советский. Но у него на могиле, смотрите, все грустно, поросло все крапивой. Да, видимо, никто не приходит. Тоже актер из плеяды замечательных советских актеров. Щепкинская. Щепкинская, когда поступала, ему сказали, ты вообще себя в зеркало видел, у тебя же глаз нет совсем. Как ты собираешься с таким лицом что-то на сцене изображать? Ну и правдами-неправдами он все-таки поступил и уже в студенчестве вытянул счастливый билет, снялся в сериале советском «Большая перемена». Там он сыграл Генку Ляпишева и вот произнес коронную фразу, которую я до сих пор слышу от многих. Ходишь в школу, ходишь, потом бац, вторая смена. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь, ходишь в школу, а потом бац, вторая смена и прощай родные учителя на целую неделю. Ну и в жестоком романте его роль запомнилась. Однажды, 20 лет спустя, тоже хороший фильм. Вот любвеобильный был актер, пять раз женат, умер в 68 лет, были проблемы у него с легкими и случился приступ удушья, который он не пережил. Итак, Виктор Алексеевич Проскурин умер в 2020 году. Так, а вот и могила Натальи Гундаревой. Она считалась воплощением женственности. Сладкой женщиной ее называли. В одноименном фильме она, да, снималась, кстати. Многие мужчины ее любили, восхищались ею. Говорят, однажды у выхода из театра ее подкараулил, скажем так, гость с юга и угрожал зарезать, если она с ним в ЗАГС не пойдет. У Гундаревой были два неудачных брака, и вот, наконец, она встретила любовь всей жизни. И надо же такому случиться, что избранник был женат. Да еще и на ком. Женат он был на дочери генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. Это был актер Михаил Филиппов. Но вот пока Андропов был жив, он не решался приметнуться, да, к Гундаревой. Но только, да, представьте, что могло произойти. Не сносить бы им головы. Так что вот Наталья Гундарева и Михаил Филиппов создали семью только после смерти генсека. Вместе Гундарева и Филиппов прожили 19 лет, пока внезапно актрису не сразил инсульт. И вот выкарабкаться ей уже не удалось. У меня почему-то Гундарева ассоциируется с фильмом «Однажды 20 лет спустя», где она, кстати, сыграла с Проскуриным. Там в чем суть? Собираются выпускники, одноклассники, уже все взрослые, начинают рассказывать, кто кем работает, кто чего добился в жизни. А оказалось, что героиня Гундаревой стала многодетной мамой, и поэтому все рассказы других ее одноклассников просто меркнут перед этим достижением. 10 детей у нее. И вот становится ясно, что все это чепуха, самая главная семья, самое главное – это дети. Очень такой добрый фильм. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. Мне очень нравится такой хороший. Надо же, а рядышком гениальные Арчил Гамиашвили. «12 стульев Гайдая» я считаю наиболее удачной экранизацией. Кино Марка Захарова, честно признаюсь, мне не нравится. Мне кажется, там мисс каст, так называемая, то есть промашка с выбором актеров. Миронов, Попанов. Ну вот мне там не нравится совсем. Миронов, мне кажется, не подходит на роль Остапа Бендера. А Попанова уж как-то слишком жалко, что ли. Мне кажется, он не заслуживает той участи, которая ему там выпала. Но это мое мнение. А вот Гамиашвили и Филиппов – это вот стопроцентное попадание, считаю. Ну и Арчил в роли Остапа Бендера – это просто высший пилотаж. Это что ж, ваш мальчик? Мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Еще, конечно, вспоминается его эпизодическая роль в фильме «Данелли и Мимино», где он сыграл негодяя Попешвили, который обесчестил, скажем так, сестру главного героя. А вот такая маленькая, но заметная роль ушел Арчил Гамиашвили, когда ему было 79 лет. Ну, рак, как и у многих. Оперировали его в Америке, но вот все бестолку. Могила актера Юрия Степанова, к сожалению, фотография уже выцвела. Кто-то в комментарии под прошлым роликом написал «Эх, ты», прошел мимо Степанова, хотя бы вскользь упомянул бы о нем. Но я считаю, что вскользь о таком актере упоминать нельзя. Нужно, конечно, рассказать побольше о нем. Вообще у меня такое ощущение, что Юрий Степанов как-то внезапно ворвался в какую-то вот эту киношную жизнь, внезапно появился, сыграл несколько заметных таких ярких ролей и потом исчез. Мне запомнился сериал «Штрафбат». Многие его ругают за исторические какие-то несоответствия. Но с точки зрения драматургии и вообще как бы зрелища, да, мне кажется, отличный сериал. Я смотрел не отрываясь, потому что там драматургия выстроена отлично. Вот как и арка героев, да, как из уголовников получаются настоящие герои-защитники Отечества и как их командир, командир «Штрафбата», который к ним относился сначала негативно, потом вот, грубо говоря, полюбил их, понял, что они стали настоящими героями. «Штрафбат» – отличный сериал, кто не смотрел, посмотрите, пусть там с какими-то допущениями, историческими неточностями. А мамка моя, братишку моего младшего убила, чтобы нас, оставшихся троих, прокормить. Я братишку ел, а ты, сука, подлючая, хлеб да сметану жрал, который у нас отнял. Ну, Юрий, как выяснилось, все-таки предпочитал театр, хотя признавался, да, что кино денег больше дает. Увы, трагедия случилась в Москве, в районе Текстильщики. Возвращался он ночью из театра, отыграл спектакль, вот словил машину, вас в четверку. Водитель затормозил на перекрестке, и в них сзади влетела «Мазда-шестерка». Вас вынесло навстречу, там снова столкновение, удар. И вот удар пришелся на пассажирское место, где актер сидел, и смерть мгновенная. Жена у Юрия Степанова была беременна третьим сыном, и вот она его назвала Юрой в честь отца. Вот такая могила у Юрия Степанова. Колокольчики висят, домики какие-то. Периодический ветер, когда сильные поднимаются, колокольчики звенят. А вот такой памятник стоит на могиле народного артиста СССР Арутюна Акапяна, фокусник, иллюзионист. Но я, честно говоря, особо не помню его выступление. Это, наверное, его хорошо помнят люди более старшего поколения. А я смотрел в детстве, конечно, выступление его сына, Амаяка Акапяна. И, кстати, то, что я здороваюсь иногда в начале ролика, алмазы моего сердца, это я подрезал у Амаяка Акапяна. Это он так, такие у него присказки, прибаутки есть. Да, и вот с Амаяком, с его сыном, я даже как-то на работе пересекался. Он приходил к нам в эфир на Live News, и я с ним сфотографировался. И мне показалось, что Амаяк Акапян такой добрый человек, как и на экране выглядит, такой же добрый в жизни. Но какая-то вот сквозила печаль, что ли, тоска из этого человека. Ну, не знаю даже, чем это объяснить. Ну, приятные люди, фокусники вот здесь. Арутюна Акапян. А вот и Валентина Толкунова. Как-то долго ее искал. Оббежал весь участок, шестой, кое-как нашел почему-то. Ну, что можно сказать о ней? Всегда улыбалась. Что было на душе у нее при этом, сложно было представить. Мне кажется, она была несчастна. Первый муж Саульский изменил, второй журналист Папоров или Попоров. Папоров, наверное. Сделал выбор в пользу профессии. Поехал в Мексику книгу писать о жизни Троцкого. Вот он, кстати, рядышком с ней похоронен. Но она в Мексику не поехала. Она не могла бросить пение, бросить своих поклонников. В итоге вот муж Мексики, она на концертах. Сын без отца и матери. Он бабушкой воспитывался. Потом муж в аварию попал, стал инвалидом. Толкунова его не бросила, наняла работницу, домработницу-сиделку. Но вот в итоге он долго не прожил. Снова. Потом Толкунова влюбилась, но в женатого. Это был физик по фамилии Баранов. Встречались они тайно. И вдруг вот у него онкологию находят, онкологическую болезнь. И он умирает. В общем, одиночество, депрессия. С сыном не ладились отношения. И потом у нее самой рак случился. Умерла в 63 года. Но до самой смерти старалась сохранять улыбку на лице Валентина Толкунова. А мне было зимы в городах и селах. Так, а здесь вот Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Смотрите, тут довольно у него печально. Вот до сих пор нет никаких ни памятников, ничего ни у жены, ни у него. Он тяжело переживал смерть супруги. Вот даже когда ее тут похоронили, он распорядился заранее написать свое имя. Вот здесь рядышком камень тут какой-то стоял. То есть актер был еще живой, а надпись Леонид Куравлев уже была. И 10 лет прожил он после смерти жены. Так вот получается, вот такая грустная история. В 2002 году, кстати, по Черябинскому снимали фильм или сериал «Приключения Даши» назывался. Вот там играл Куравлев, он уже был в возрасте. Жарков тоже снимался. Я тогда был начинающий журналист. И вот нас собрали там корреспондентов разных телекомпаний, газеты. Вот привозили на съемочную площадку. И была встреча с Куравлевым и Жарковым. Вот я даже там какой-то вопрос Куравлеву задал. Они были такие одеты в спортивные костюмы. Но, видимо, только что из своих номеров гостиничных пришли. Мне показался он такой вообще приятный, добрый дядька. Но, к сожалению, вот этих вот «Приключений Даши», фильм, это сериал, не знаю. Я вот и ни разу не видел ничего об этом сказать не могу. Но Куравлева, так сказать, видел. Давайте пока мы с вами идем к следующей точке, немного с вами поболтаем. У меня тут назрело небольшое заявление. Поле картошки только что посадили. И начинают потихоньку по одному, то там, то здесь, вырастать сорняки. На Урале их называют солдатиками. Также и в комментариях, друзья мои, среди огромного объема положительных и добрых комментариев ваших, то тут, то там появляются такие, блин, сорняки. И кто-то вдруг решает, что он редактор, и начинает мне рассказывать, как мне снимать, как мне не снимать, о чем мне говорить, о чем мне не говорить. Появляются люди, которые начинают читать мне нотации, рассказывают мне о морали. Вот, друзья мои, кстати, а некоторые еще и все это дело сдабривают какими-то оскорблениями в мой адрес. Видимо, хотят задеть. Друзья мои, скажу я вам так. Я не пробиваю, вы меня не заденете. Просто сразу отправляетесь в бан. Сразу хочу сказать вам, я снимаю так, как считаю нужным. Редакторов мне не надо. Не надо мне писать, как мне снимать мои видосы. Вот, и я считаю, что подобные видео, несмотря на то, что некоторые говорят, как ты можешь ходить по кладбищу, я считаю, что они полезны. Например, кто-то из молодого подрастающего поколения вдруг посмотрит и заинтересуется тем или иным актером, артистом из прошлого, певцом, может быть. Посмотрит какой-то фильм, почитает какую-то книгу, о которой я говорю. Мне кажется, это полезная штука. Тем более, что все они, эти люди, которые ушли от нас, все эти любимцы миллионов, они живы в нашей памяти. Они живы, пока о них помнят. Поэтому, друзья, ничего плохого не вижу вот в роликах, да, с таким содержанием. Вспоминаем, например, тот же Советский Союз. К нему могут относиться по-разному. Кто-то может его любить, кто-то индифферентно может к нему относиться, кто-то ненавидеть, даже при этом называть гнусным словом совок, чего я не приемлю. Но это их право. Я лично вырос в Советском Союзе. Там прошло мое детство, мое отрочество. И я с удовольствием вспоминаю эти дни прекрасные. Так что я Советский Союз люблю. Вот эта прекрасная возможность вернуться в прошлое, в юность, в молодость, повспоминать актеров, артистов. Ну вот, Юля Началова, певица, увы, ушла от нас в 2019 году. Я вычитал, что пришедшие на церемонию прощания заметили добрый знак. Тут на могиле появилась, типа, хозяйка кладбища, да, как ее называют, такая черно-белая кошка. Сторожа пояснили, что кошка не часто захаживает, на участке, но если пришла, вроде как, значит, душа умершего была действительно светлой. Позже в прессе появилась информация, что по сообщению работников Троекуровского кладбища на могиле от певицы Юлии Началовой замироточил крест, который тут раньше стоял, представляете? Ну, кроме того, СМИ писали, что группа людей организовала паломничество на место захоронения знаменитости. Они хотели, приходили сюда, чтобы зарядить воду, вы представляете, крем приносили для того, чтобы могила Юлии Началовой, да, придала им какие-то чудодейственные свойства. Вот такие вот рассказы ходят по всемирной паутине по интернету. Юлия Началова, конечно, безвременно покинула. Такая была светлая певица, светлый человек. Интересное оформление памятника, как такой дружеский шарж, получается. Дмитрий Кольцов, 88-й, 2019-й, Москва, Лос-Анджелес, мастер спорта по сноуборду. Да, так творчески подошли, конечно, родственники к созданию памятника. Здесь покоится Евгений Осин, Евгений Викторович. Но вот реально этого человека вот, ну, супер жалко. Такой талантливый был, блин, певец. И вот сгубила его страсть к алкоголю, надо же, и помогали ему, пытались, и куда-то, куда только не клали, в какие-то клиники, но ничего не помогло. Все, довел он себя просто до истощения какого-то. Все, алкоголь его сгубил. И Евгений Осин больше, к сожалению, не с нами, хотя мог бы написать еще добрую сотню хороших песен. Помните, был такой фильм с Николасом Кейджем, «Покидая Лас-Вегас» он назывался, где главный герой, герой Кейджа решил умереть с помощью алкоголя. Он там закрылся где-то в гостинице, накупил себе кучу-кучу крепких спиртных напитков и, в общем, довел себя до смерти просто бухая. И вот у меня, знаете, такое ощущение, что вот Осин, почему-то у меня вот такая параллель с этим фильмом, Осин вот довел себя. Ладно. Случайно, смотрите, нашел могилу могилу Валентины Легкоступовой. Хоть и не планировал, но мимо, конечно, пройти не могу. Замечательная советская певица была. Вот так похоронена, вот такой у нее здесь памятник установлен и скрипичный ключ. Ну и последний на сегодня актер, друзья мои, к сожалению, пора мне бежать. Валерий Носик. В Москве родился папа-поляк, звали его Бенедикт Носек. Через «е» писалась фамилия, но в паспортном столе что-то там напутали. Когда выдавали новый паспорт, вот с опечаткой получился Носик. Ну, мне кажется, так даже как-то милее, что ли, да, получилось. Батя был химиком, мама бухгалтером, но вот Валера со школы хотел стать актером и своего добился. И в Большой перемене играл, и в Черестернии к звездам. Но вот знаете, хоть ты тресни, первым на ум приходит эпизод из операции себя. Что значит себе? Ой, простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. А вообще у них такая актерская семья получилась. Брат Владимир Носик и сын Александр Носику. Они тоже актеры. Интересный момент, Лея Хиджакова была первой женой у Валерия Носика, но вот что-то там у них не сложилось. Ему было 54, когда умер, был дома, учил роль и вот сердечный приступ. Нашли его в квартире, на полу лежал, рядом листы сценария. Валерий Носик. Ну что ж, на сегодня все, дорогие зрители канала Три Билета. Я думаю, что надо будет вернуться сюда еще и в третий раз, потому что есть тут еще кого вспомнить. Сделаем с вами, знаете, как вот с Ваганьковским кладбищем, там получилось три видео. Я там был летом, осенью и зимой. Ну и надо будет сюда третий раз тоже приехать, Троекуровское посетить в третий раз. Обязательно это сделаю. Что ж, пусть все покоятся с миром, а мы продолжаем жизнь. Всем здоровья, удачи, подписывайтесь, пишите комментарии. Это был канал Три Билета и цикл передачи о московских погостах. Все. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон